Кировская гонка Компании Фосагра Славные лыжные традиции в Хибинах возрождаются И хибинская гонка Яркое тому подтверждение Хибинская гонка 2017 Началась с парада спортсменов На торжественном открытии Побегать по кировскому снегу в Кировск Приехали 17 команд Среди них лучшие лыжники из Москвы, Санкт-Петербурга Перского края, Костромской, Ярославской, Тверской, Псковской И Мурманской областей А также гости из Республики Беларусь На соревнования открытия президент Федерации лыжных гонок России Владимир Логинов Вручил организаторам соревнований Главе Кировска Владимира Дядюку И директору с прокомплекса Горняк Антону Трушенко Международный сертификат ФИС Удостоверяющий высокий класс Лыжного стадиона Тирвас Далее, после церемонии открытия Заместитель губернатора Мурманской области Алексей Тюкавин В интервью нашему телеканалу отметил Движение на возрождение лыжных традиций В Хибинах уже началось Гурманская область, Кировск прежде всего И Апатиты всегда были центрами зимнего спорта И нам очень хотелось, чтобы это все вернулось Вот то, что с помощью компании «Пасагра» Удалось реконструировать стадион Который получил статус Международной федерации лыжного спорта На которой можно теперь проводить международные соревнования Это говорит о том, что такие шансы возродить традиции У нас остаются и сохраняются Чтобы те традиции, которые Кипинская гонка когда-то в России и в мире имела Чтобы они вернулись И чтобы мы гордились тем, что у нас есть такой центр лыжного спорта А на следующий день первые старты В 11 утра стартовала всероссийская гонка Классическим стилем на 5 километров для женщин и 10 для мужчин В первый день в тяжелых погодных условиях Под сильным ветром и снегопадом Который продолжался всю ночь Спортсмены один за одним уходили на дистанцию Всего 45 девушек и 69 юношей И здесь приятный момент Три первых места у лыжницы из Мурманской области Вот под 44 номером финиширует Анна Неустроева Победительница гонки с результатом 17 минут и 41 секунда Вслед за ней приходит Анна Белая С оставанием на 8 секунд И замыкает тройку лидеров Екатерина Буренина Десятку она пролетела за 18 минут и 6 секунд Сразу после финиша цветочная церемония награждения победителей Музыка 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 Катка прошла достаточно успешно, так как снег выпал рано, где-то в середине октября Для Кировска это нормально С какими мыслями входите в сезон вообще? Какие планы? Мысли самые позитивные, планы ставим всегда высшие для себя результаты, а там как получится Девчонки в России сильные, несмотря на все происходящее в лыжном спорте, в России, ну и в мире как-то, поэтому стараемся После на 10-километровую дистанцию ушли мужчины, всего 69 лыжников В этой гонке самым ярким моментом стало то, что за первое место боролись российский и белорусский лыжник Но спорт есть спорт И первым к финишу пришел пермяк Андрей Романов под 66 номером Спортсмен, учитывая сложные погоды и условия, решил идти без мази держаний Пробежав десятку за 30 минут и 5 секунд, стал победителем Я сегодня рискнул и подшел дабл-поллингом, то есть без мази держания на одних руках И я думаю, что это принесло свои плоды, потому что погода тяжелая И у остальных лыжи ехали довольно плохо И я много отыгрывал на спусках благодаря этому Катываться первый раз в Кировске очень нравится Мне кажется, идеальное место в России, просто лучшее для сбора в ноябре Вот, обязательно приедем еще раз Такого же мнения Кировский, приехавший вслед за Андреем, лыжник из братской нам Белоруссии Сергей Далидович Его отставание от лидера ровная минута Сергея можно смело назвать звездой международного спорта Ведь у него за плечами победа на этапах Кубка мира Участие в шести олимпиадах и двенадцати чемпионатах мира Лыжник недавно приехал со стартов из Финляндии И делится впечатлением, ведь последний раз в Кировске он был 10 лет назад Ну, были кусты, стал стадион, то есть все отлично, все на очень хорошем уровне Просто шикарно, не ожидал, конечно, такого видя здесь Буду только советовать всем, чтобы приезжали на вкатку Чтобы ваши из Белоруссии... Конечно, зачем Финляндию, если здесь такие же условия, хорошие, отличные То есть наши молодые здесь катываются, дюшки, шикарные условия После всероссийской Фисовской гонки состоялись региональные соревнования Победителями среди Нью-Йорок стали представительница Московской области и корзина Корецкая А среди мужчин кировчанин Павел Трубецкой А на второй соревновательный день, 26 ноября, в Тирвасе бежали спринт Правила дисциплины следующие Сначала проходит квалификация Спортсмены, стартуя с 15-ти секундным интервалом, бегут один круг в полтора километра В гонке приняли участие 37 женщин и 57 мужчин Лучшие лыжники выходят в четвертьфинал И начиная с этой стадии, лыжники отправляются на дистанцию с общего старта, по 6 человек в группе В полуфинал выходят 12 спортсменов, по 2 лучших из каждой четвертьфинальной шестерки А также 2 лыжника из всех оставшихся, показавших лучшее время Аналогичным образом проходит отбор в финал, куда попадают 6 лучших лыжников Они разыгрывают между собой медали Побеждает тот, кто первым пересчет финишную черту Таким образом, спортсмены несколько раз проходят на максимальных скоростях дистанцию Полтора километра пролетают за 3-5 минуты И здесь все решают сотые доли секунды Время засчитывается, когда не лыжа, а нога спортсмена с прикрепленным датчиком пересекает линию Поэтому финальный забег здесь невероятно эмоционален У мужчин явным фаворитом был пермяк Андрей Романов под первым номером Чемпион первого дня соревнований И квалификацию остальные старты он был в лидерах Спортсмен снова вышел на лыжню без маски и работал исключительно руками На этих кадрах финишного забега видно и в работу Таким образом, Андрей стал снова победителем Преследователь Романа Андрей Артамонов из Костромской области пришел на 11 секунд позже А у женщин первые места снова у северянок В отличие от мужчин, лыжницы шли в финальный забег очень плотно Вот последние несколько сотен до финиша Первой бежит номер один Ольга Паснова из Санкт-Петербурга Но за несколько десятков метров до финиша Северянка по третьим номерам Анна Неустроева вырывается вперед И буквально на последних метрах финиширует первой Один из первых стартов этого сезона Сезон Алимпийской области И чемпионкой становится спортсменка под номером три Анна Неустроева Время победительницы в финальном забеге 4 минуты и 34 секунды На секунду позже приходит тоже северянка Анна Белую И на сотую долю секунды Ольга Паснова Красивейший финиш Лыжная дисциплина спринт, наверное, в Кировске не проводилась никогда Пока лыжники на дистанции, рассказывает вице-президент Федерации лыжных гонок России Владимир Логинов Вообще у Кировска славная спортивная история Владимир Алексеевич, на открытии лыжных соревнований «Хибинская гонка» Соместитель губернатора Алексей Тюкавин сказал, что в Кировске, в Хибинах идет возрождение лыжных традиций Я думаю, что многим телезрителям будет интересно А кто у нас из именитых тренировался, кто стал олимпийцем после Хибин? Ну, вы знаете, здесь у Хибин, вообще в Кировске очень высокие традиции Если уйти далеко с традицией, то 1952, 1953, 1954 год Вся сборная команда Советского Союза по всем зимним видам спорта Лыжники, гонщики, двоеборцы, прыгуны и даже фигуристы Фигуристы тренировались здесь, вот около управления Фосагра, озера Вот на этом озере тренировались фигуристы А если уйти к близкой истории, современной России То наша команда впервые выступала самостоятельной командой в 1994 году в Лилихамере в Норвегии Так вот, готовясь к Лилихамеру, здесь дважды проводили тренировочные сборы биатлонисты Здесь тренировались, ну, помимо наших великих Там Анна Богалий, двукратный олимпийский чемпион, кавалерий Киренко, дважды серебряный призер олимпийский Это наши мурманчане Здесь чемпион мира Андрей Зинков, он вообще апатитский парень по биатлону Анфиса Рисова, единственная женщина чемпионка олимпийских игр в лыжных гонках и в биатлоне Трехкратная олимпийская чемпионка Здесь тренировалась Лина Гаврилюк, трехкратная олимпийская чемпионка Здесь тренировалась Герой России, пятикратная олимпийская чемпионка Лариса Лазутина Здесь тренировалась шестикратная олимпийская чемпионка Героя России Любовь Егорова Здесь тренировалась президент федерации лыжных гонок России Елена Виальби, она трехкратная олимпийская чемпионка, 14-ти кратная чемпионка мира, 45 побед на Кубках мира. Здесь тренировалась олимпийская чемпионка Светлана Нагейкина, здесь тренировался олимпийский чемпион Алексей Прокуроров, здесь тренировался олимпийский чемпион Александр Легков, двукратный обладатель Кубка мира Александр Завьялов. Четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов. Но я думаю, что я не смогу все перечислить. И таких спортивных традиций в Кировске, в Хибинах, они очень богатые. Да, и тут что еще интересно. Ну, например, в Хибинах спортсмены в 5 часов у них завтрак, утра. В полшестого они сели на автобусы, через два курти, поехали на первый этап Кубка мира в Гелеваро, в Швецию. И уже ужинали в 6 вечера там. То есть это очень удобно. И, конечно, я думаю, что Алексей Михайлович правильно сказал, что идет возрождение. Мы благодарны очень руководству области, городу, особенно руководству Фосагра. Потому что сделано в первую очередь и созданы условия для организации отдыха на лыжах, просто прогулок лыжек, людям всякого возраста. А это важно, когда население города проводит на воздухе, особенно в полярную ночь. Это борьба с проблемами в полярную ночь, с простудными заболеваниями. И сделано это на хорошем уровне, потому что, когда люди отдыхают на высокоорганизованных, таких благоустроенных местах, то это здорово. И спортсмены за счастье считают потренироваться здесь. После яркой церемонии награждения победителей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 26 ноября. Третий соревновательный день. Всероссийская гонка стиль свободный. На старт входят 67 мужчин. Они бегут 10 километров и 41 женщина, у них станция 5 километров. И здесь интрига. У мужчин явных фаворитов двое. Это уже двукратный победитель хибинской гонки Пермяк Андрей Романов под 77 номером. И лидер сборной команды Республики Беларусь Сергей Далидович под 81 номером. Который, если изучить его биографию, больших результатов добивался именно коньковым ходом. А у женщин всем лыжницам конкуренцию составляет лыжница под номером 48 Ольга Михайлова из Тверской области. Единственная мастер спорта международного класса. Пока спортсмены на дистанции, за ними пристально наблюдает известный российский лыжник, бронзовый призер чемпионата мира, участник двух зимних олимпиад Сергей Крянин. Рассказывает, что он был в Химинах около 20 лет назад. Готовился на олимпиаду. Это было, скорее всего, около 20 лет тому назад. Отсюда у меня началось выступление, подготовка на олимпийские игры в 98-го года. В принципе, изменения здесь колоссальные. И изменения в лучшую сторону. Я сейчас посмотрел сам стадион, то есть географическое расположение этого стадиона. Просто супер. Близость кирвоц, то есть размещение, питание, те же самые процедуры, восстановительные, которые здесь можно организовать. Такого в мире просто нигде рядом нету в такой близости. Ну, это вообще просто шикарно. В мое бы время такие условия, я бы другие результаты показывал. Но вот лыжная гонка среди мужчин завершается. Лыжник из Братской Белоруссии Сергей Доледович финишировал со временем в 24 минуты и 48 секунд. Это лучшее время дня. Вторым пришел Андрей Романов. Его время 25 минут 20 секунд. У женщин-победительница снова мурманчанка Анна Неустроева. Анна удачно открыла сезон, ведь она трехкратная победительница Хибинской гонки 2017. Я выполнила свою задачу. Сегодня для меня была самая сложная гонка, потому что конек не самая сильная моя сторона. Девчонки очень сильные. Они чемпионки России. Поэтому, на самом деле, мне было сегодня тяжелее. Надо упираться. Убирался, с парнем боролся. Он тоже оказался в сопротивлении. Вот, игрался за первую гонку. У вас сильная сторона, это все-таки конек, я так понял. Ну, конек и побольше. Побольше, подлиннее. Желательно, масс-старт. Далее, подведение итогов и награждение спортсменов, а также проведение итогов конкурса призов для болельщиков. Как отметил глава Кировска Владимир Дядик, для Кировска проведение соревнований подобного уровня – большая честь. Ведь не каждый город в стране может похвастаться сертифицированными трассами и новым лыжным стадионом. Для нас и для города, во-первых, это наше лицо, потому что далеко не каждый город имеет возможность принимать соревнования такого уровня. Ну, естественно, это спортивный туризм, это очень важно, потому что это загрузка нашей инфраструктуры, наших гостиниц, наших отелей и так далее. И самое главное, наверное, удалось получить отклик от большинства спортсменов и тренеров, которые приехали сюда на вкатку и на соревнования. Мы понимаем, что наши прекрасные дорогие друзья и гости вернутся к нам в следующем году. И я верю, и мы все понимаем, что спортсменов в Кировске будет больше, 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 больше. И в этом, безусловно, большая заслуга компании ФосАгро, поддерживающей спорт в городах и регионах присутствия. Здесь сам Бог велел поддерживать зимние виды спорта. Поэтому мы развиваем эти виды, построен стадион, курорт горно-лыжный и стадион лыжный. Компания ФосАгро поддерживает, здесь мы зимние виды спорта поддерживаем, в Саратовске, в наших регионах присутствуют, поддерживаем такие виды спорта, как баскетбол, волейбол, шахматы. Что еще сказать, спидвей такой, неоднозначный вид спорта, да, то есть художественную гимнастику. То есть мы социально ориентированные компании. Все, что делается для людей, мы готовы поддерживать и делать. И еще одно мнение, мнение человека, чей голос звучал все три дня на стадионе Тирвас. Андрей Арих, сидя в своей комментаторской кабинке, был в курсе всего происходящего на стадионе. Как отметили болельщики, Андрей профессионал. Ему не важно, перед кем он работает, перед многомиллионной цели аудитории или для нескольких сотен человек в заснеженных хибинах. Самый главный вывод, которому можно сделать, заключается в том, что здесь идеальные условия для развития лыжного спорта. Сюда приезжают со всех уголков России и сегодняшняя погода, пусть и добавила, конечно, сложности и сервисменам, представителям команд, делегаций, да, которые сейчас соревнованы. Но, тем не менее, внесла вот эту нужную изюминку в соревновании. Это настоящая зима, северная зима, мурманская, кольская, да, то есть то, зачем сюда, собственно, и приезжают все. Следует отметить, что после удачной хибинской гонки получение международного сертификата ФИС, лыжный стадион Тирос и Кировск могут рассчитывать на проведение не только всероссийских соревнований, но и международных, а также этапов Кубка России и мира.